Кто хоть будет топить город? Кто будет топить? Нам все равно. А отапливать город вес 2011 год будет, видимо, Орел Теплогаз, поскольку именно у этой компании есть тариф, срок действия которого заканчивается в конце декабря. Но чтобы выполнять свои обязательства по поставке тепла в дома горожан, Теплогаз арендует оборудование у Орел Гортеплоэнерго. Вот только срок его аренды истек еще в 2010 году. А переговоры между Орел Теплогазом и мэрией подписанием долгосрочного контракта так и не закончились. И отопительный сезон Орел Теплогаз завершил на условиях продленного на неопределенный срок краткосрочного договора 2009 года. Пока, суть до дела, долг за аренду вырос до 43 миллионов рублей. Существующая задолженность вашего предприятия перед нашим передакционерным обществом Гортеплоэнерго. Подскажите, чтобы, ну скажем так, и присутствующие знали, за счет чего она сформировалась в прошлый год и этот год. И как ваше видение разрешения этой экономической ситуации с нашим предприятием. В сегодняшний день мы не получаем никаких документов о торте КНР по ставлению счетов по олельной плате. В общем, каждый из сторон считает себя правой, а дело тем временем дошло до судов. Кончился отопительный сезон. Почему вам без всяких судов добровольно нельзя было передать чужое имущество обратно? Мы предложили перед отопительным сезоном, еще и в августе месяце, имущество передать Гортепло. Ну, никто у нас его не забрал. Сейчас идет семь судов, в том числе и о возврате арендованного имущества. А доживет ли Гортеплоэнерго до 1 декабря? За счет чего она сегодня существует? И как она существует? Гортеплоэнерго, начиная с 2009 года, когда передали в аренду имущество, живет только в одним источниках. Это аренда платы. Мы слышали, что ее не платят. Да, на сегодняшний день ее не платят. Поэтому, скажем так, плачет существование, не существует. Во всех этих спорах пока остается непонятным одно, когда они разрешатся и будет ли зимой в наших домах тепло. Кстати, возможно, судебные процессы закончатся лишь к концу года. Вы в состоянии в минус 20, в минус 9, ну, все-таки январские морозы уже начинаются, передать все это в 1, 2, 3 дня? Или это нужно в какой-то другой период? Это можно сделать? И за сколько времени? Я не буду стоять. Я не спрашиваю, за сколько времени? Как мы все брали в аренду. При доброй воле, когда есть взаимопонимание, все делается без проблем. Во время ссоры двух, главное, чтобы третий не пострадал, гласит народная мудрость. Этим третьим в нынешней ситуации стало население. И важно, чтобы его интересы были учтены в первую очередь. Алина Чабан и Игорь Олейников для программы Оперативный эфир.